Доклад называется «Почему таяют полярные шапки планеты в настоящее время?» Проблема изменения климата на сегодняшний день волнует очень многих. В принципе, только фиксируются конкретные факты образования смерти, ураганов, таяния полярных льдов, но практически мало кто говорит о том, в чём же суть самой причины таяния полярных льдов. В качестве эпиграфа здесь взято выражение Вавилова, что физика будущего включит как первичное простейшее явление способность, сходную с ощущением, и на её основе будет объяснено многое другое. Сейчас я уменьшу размер. Существует представление для того, чтобы раскрыть причину таяния полярных льдов, а она оказывается достаточно такой на поверхности лежащей, сама причина, мы должны обратить внимание на один очень важный момент, который почему-то многие физики и исследователи живых процессов не обращают внимания. Мы знаем с вами очень часто встречающееся выражение, что существует четыре состояния вещества. Это земля, вода, воздух и огонь. По современному представлению это можно охарактеризовать так. Твёрдое или плотное, жидкое, газообразное, плазменное. И последнее состояние можно назвать электромагнитное состояние. Дело в том, что когда физики часто употребляют представление, что является главенствующим взаимодействием в окружающем мире, гравитация или электромагнитное взаимодействие, то часто говорят о том, что гравитация, в общем-то, служит основой электромагнитных взаимодействий. Но если мы посмотрим вот на этот ряд состояний вещества, а это состояние вещества обратимое, то есть земля, условно говоря, но это и реальность, и так, порождает воду, вода порождает воздух или пар, воздух поражает огонь или плазменное состояние, и плазменное состояние порождает электромагнитное излучение. Тогда можно говорить, что да, гравитация является основой поражения электромагнитных взаимодействий. Но берем обратный, то есть это процесс обратимый. Из электромагнитных излучений формируется плазма, то есть элементарные частицы и все прочее. Отсюда идет огонь, воздух, вода и твердое или плотное состояние вещества. Когда мы... Этот момент очень важен для понимания того, как проявляется... Для понимания того, что я дальше изложу в отношении изменения климата Земли. И об этом я скажу буквально в нескольких словах. Так вот, всякое дело в том, что обратимость самого процесса образования, то, что я сказал, связана с тем, что каждая материальная форма двойственная по своему строению. Одна из них является структурой памяти, а другая – чувствительной оболочкой или чувствительной поверхностью. И поэтому в тот момент, когда необходимо познать окружающий мир, структура памяти или женское начало порождает мужское начало или чувствительную оболочку и чувствительную поверхность. Поэтому двойственное состояние формы материи, чувствительная оболочка, как мужское начало, обладающее электрическими свойствами, и структура памяти, женское начало, как обладающее магнитными свойствами, сдвинутые по фазе развития между собой на 90 градусов, образуют весь ритм колебательных процессов. Поэтому для того, чтобы взаимодействовать с окружающей средой, каждое тело должно обладать чувствительной оболочкой или оболочкой, обладающей электрическими свойствами. На современном этапе развития, в частности, я вот разговаривал с председателем комиссии по климату Сергея Возгеновича Вакян в нашем научном центре, когда в его беседе он говорит, в настоящий момент зафиксировано при анализе с 1985 года анализируется солнечное постоянное, то есть спектральный состав солнечного света. И он говорит, что в последнее время обнаружено сокращение высокочастотных составляющих в спектре Солнца в диапазоне от 100 до примерно 200 нанометров. То есть это рентгеновский и жесткий ультрафиолетовое излучение. Но, говорит, как увязать снижение, допустим, спектрального состава солнечного света с тем, что биологи отмечают современное вымирание до 30% микроорганизмов, сложно, потому что, говорит, не разгадан плазменный механизм солнечно-земных связей. На сегодняшний день для того, чтобы объяснить состояние, почему меняется климат на планете, необходимо понять вот эту работу или технологию работы вот этой картинки. Это плазменный механизм реально существующий, это никакой не вымысел, не фантазия, не философские рассуждения. Эти картинки составлены на основании геофизических исследований геофизических спутников планеты. И определено, что Земля имеет ионосферу, радиационные пояса и магнитосферу. Одной из трудностей в современной науке является, казалось бы, пустяшный вопрос от того, а почему вращается планета? И вот на этот вопрос в науке ответа на сегодняшний день нет. И во всех рассуждениях о том, о эволюции вещества, об эволюции биосферы, назначении человека, как-то все обходят сам принцип, а почему же Земля-то вращается? Ведь ритм вращения Земли очень точно синхронизировал деятельность самого Солнца. Так вот, выясняется, в общем-то, сам принцип или технология создания вращения Земли в следующем порядке. Земля выделяет из своих недр большое количество разнообразных газов. Формируется газовая атмосфера. При подъеме наверх газы ионизируются за счет солнечного ультрафиолетового излучения и образуются ионы, которые по закону левой руки, образующие заряды за счет магнитных поля самой планеты, отклоняются в области экватора. И в области экватора, по данным Нишида, японский геофизик, изучающий геофизические данные спутников американских и советских на то время, он определил, что в районе экваториальной плоскости текут мощнейшие токи от миллиона ампер и выше. И вот именно этот кольцевой ток создает магнитосферу планеты. И тогда магнитное поле этого кольцевого тока взаимодействует с постоянным магнитным полем Земли и создает эффект механического вращения самой планеты Земля. Существуют многочисленные графики замера современной мгновенной скорости Земли, на которых отчетливо видно, что скорость Земли постоянно меняется каждый месяц или от месяца к месяцу, от года к году, но при этом возрастание скорости на несколько миллисекунд на следующем этапе развития она возвращается в исходное состояние. То есть должен быть какой-то энергетический приток или способности самой Земли восстанавливать свою скорость вращения. Это значит, что внутри Земли должен работать некий механизм, для которого нужна внешняя энергия, которая, по всей видимости, должна поступать от Солнца, от солнечного ветра, от взаимодействия магнитосферы с этим солнечным ветром. И оказывается, что это действительно так происходит. Земля по своей структуре, это диполь. Если кто, в принципе, каждый из вас имеет у себя мобильный телефон, в этом мобильном телефоне есть антенна. Антенна сама по себе сделана по принципу диполя. Я хочу обратить внимание многих исследователей, и в частности физиков. Когда исследуется работа диполя, то почему-то все, буквально, никто не обращает на важнейшее свойство диполя формировать свою диаграмму направленного излучения или поле излучения. То есть направленное поле излучения. И поэтому к радиационному поясу Земли относятся как к структуре, которая образуется за счет улавливания высокоскоростных частиц солнечного ветра и якобы в экваториальной плоскости формируется некая ловушка в виде вот этого радиационного пояса. Я сам по специальности радиотехник. То есть это две специальности у меня. Радиоэлектронная и авиационная механика. То есть я всю жизнь связан, в общем-то, с антеннами, с электромагнитными излучениями, с механикой авиационной и космической. Работал главным технологом на авиационном заводе, серийный ремонт самолетов современных. Так вот, когда обращаю ваше внимание только на одну важную особенность. Каждая форма материи сделана по форме диполя. Вот если мы посмотрим на каждого из нас с вами, то мы видим позвоночник. От позвоночника вперед растет тело человека. Сверху этого позвоночного столба, а в нем находится спинной мозг, у всех мужчин он одинаков, 45 сантиметров. Я вот низкого роста, есть люди, баскетболисты, высокого роста, но спинной мозг одинаков по длине, 45 сантиметров. У женщин 42 сантиметра. И сам факт наличия в нижней части этого позвоночного спинного мозга или позвоночного столба, то, что мы называем органы выделения и органы размножения, а наверху шарообразная голова, это точно напоминает работу половинки самого диполя. Поэтому с точки зрения взаимодействия с окружающим мира, каждый из нас — это ходячая антенна, эквивалентная половине диполя. Вторая половина диполя находится в энергетике планеты. Это тот самый ангел-хранитель, который часто его описывают. И само свойство из практики йоги, как принцип поднятия кундалини, который находится в районе копчика, все говорит о том, что нижняя часть человека обладает электрическими свойствами, верхнемагнитными свойствами. Поэтому, когда мы рассматриваем планету Земля и видим вот такой радиационный пояс в виде Тора, то это точно говорит о том, что Земля имеет поле направленных излучений. В легенде о Фаэтоне, о Авиде, вы можете, если кто заинтересуется, в первых же буквально страницах этой поэмы о Авиде метаморфозе, там четко описано строение вот этого радиационного пояса, но названо оно «Небесный дворец» или «Эфирный дворец Земли». Я вам приведу слова Авидея, которые касаются работы именно этого элемента. Там сказано, что, как судьбы гласят, некогда время придет, когда море, земля и священный дворец загорятся. То есть представление о том, что над головой у всех живущих людей находится некий эфирный построенный конструкция в виде небесного дворца, было известно, и это отражено вот в поэме о Авиде метаморфозе. Если бы современный геофизик описывал вот этот радиационный пояс, он точно так же описал бы его резонансные характеристики, как написал Авиде в поэме о Фаэтоне. Он пишет, что некий мулькибер отобразил на поверхности этого дворца все, что находится внутри планеты и снаружи планеты. То есть это то, что на современном языке радиотехники можно называть объемным резонатором. Это то, что, когда приходит посылка солнечного ветра, она вызывает резонанс вот в этом резонаторе, объемном резонаторе, и частотные характеристики резонатора в точности соответствуют частотным характеристикам всего того, что живет на планете, то есть биосфера, люди в том числе. То есть каждый из нас, как антенна, мы взаимодействуем с излучениями. И все информационное содержание с этого радиационного пояса передается на поверхность планеты посредством пространства, в котором, мы говорим, находятся резонансы Шумана, то есть это между ионосферой и корой планеты, которая заряжена отрицательно. Поэтому, если мы представим наши два сидящих, условно говоря, Будды в позе лотоса, то Земля имеет практически вот такое же строение. Я хочу обратить внимание у вас именно на эту картинку, как стилизованную картинку изображения самой планеты, только с одной целью. Надо обратить внимание на пояс, экваториальный пояс галактики, экваториальный пояс, который обладает свойствами излучения, откуда и формируется все поле направленных излучений. Вот мы видим трасту движения Солнечной системы среди зодиакального окружения. Вы видите среднюю линию, и амплитуда вот этой синусоиды наверх и вниз отклоняется не более чем на 30 градусов. То есть пояс, экваториальный пояс самой галактики говорит о том, что сейчас каждый из них соответствует 13 тысячам лет. Это значит, что 13 тысяч лет мы находимся над экватором в магнитного поля одного знака, и следующие 13 тысяч лет в поле другого знака. Это значит, что период активного развития человечества с переходом из рыбы в водолей закончился. И сейчас наступает новая эпоха, новая эпоха нового знания, которая о новом знании заключается как то, о чем я вам сейчас и говорю. Вот это экваториальная область самого Солнца. Это так называемые бабочки Маундера. Каждая из этих двух крылышков соответствует времени 11-летнего цикла колебаний. И здесь представлена информация за 100 последних лет, когда проводятся эксперименты. Рисунок взят из книги «Статистические сведения по исследованию вспышечной активности Солнца». Мы опять видим, что вспышечная активность Солнца не распространяется выше 30 градуса к северу и к югу от самого экватора. А теперь переходим непосредственно к пониманию от того, что же происходит с нашим климатом. Это все предварительно нужно было сказать только с одной целью. Чтобы показать, что Земля, обладая способностью энергетического дыхания, ей нужна энергия, потребляемая от Солнца. И о том, что существует это потребление энергии, мы видим над каждым из наших полюсов, над северным и южным, вот такие голубоватые, зеленоватые авроральные кольца. Они существуют постоянно над полюсами нашей планеты. Вот эта схема плазменной мантии и входного слоя в модели активной магнитосферы, открытой для работы солнечным ветром, и на рисунке заштрихована область дневной стороны магнитосферы, постепенно расширяющаяся, как аппахала, для втягивания частиц солнечного ветра. Скорость солнечного ветра достигает 700-800 км в секунду. Это огромная скорость. Поэтому, несмотря на то, что плазма разреженная, она представляет из себя огромный и мощный плотный поток энергии, который контактирует с магнитосферой Земли. По данным Нишидо и Акософу, когда обрабатывали данные этих спутников, они пришли к выводу, что в магнитосфере Земли над полюсом зависает вот эта фигура, которая называется авроральная структура потенциала. Здесь происходит ускорение электронов потоков солнечного ветра. Это вся структура в виде вращающегося колеса из быстрых электронов, и мощность ее достигает 10 миллионов мегаватт. Это реальные расчетные цифры, и это реальные показания физических спутников, которые фиксируют все эти явления и выпадание электронов из магнитосферы после каждого вспышечной активности самого Солнца. Так вот, этот генератор запитывает всю структуру магнитосферы. Сама же структура радиационных поясов магнитосферы соткана из быстрых электронов с помощью магнитных силовых линий самого Земли. Так вот, чтобы понятно было, что и поэтому эта структура нуждается в постоянном притоке электронов из внешнего пространства. И вот этот магнитосферный генератор и обеспечит постоянное запитывание структуры магнитосферы за счет энергии работы Солнца. В северных районах Земли, нашей Земли, в районе от 60-й до 70-й параллели находятся четыре мощные аномалии. Это одна из них над Европой, вторая над Сибирью, третья над Америкой, Канадой, четвертая над Гренландией. Восходящие и нисходящие потоки этих аномалий в районе 70-й параллели формируют мощную структуру. Это здесь условно у меня показано, вот в виде кружков этих аномалий, а в центре показана вот эта, так скажем, вертикальная труба, условно говоря, которая диаметром имеет 3000 километров. Именно в эту трубу и поступает энергия солнечного ветра, который контактирует с Землей. Дело в том, что Солнце совершает оборот за 28 дней. Но ввиду того, что секторное магнитное поле имеет 4 сектора, то 28 делим на 4, и мы получаем 7 дней. Поэтому, когда магнитное поле Земли направлено противоположно магнитным силовым линиям Солнца, состыковываются магнитные силовые линии обоих полей, и происходит поступление мощным потоком энергии внутрь планеты. Всех нас в школе учили от одного особенности, что планетные ледяные шапки образуются только по той причине, что Солнце скользит ввиду того, что земная ось наклонена, и там образуется лёд. Но на сегодняшний день ничего не изменилось в геометрии, а льды тают. В прошлом году на шхуне апостол Андрей из географического общества экспедиция исследовала район земли Франца и Иосифа. И на фотографиях, которые они привезли оттуда, изображены такие ледяные глыбы, высотой 100 и более метров, которых падает водопад. То есть лёд очень интенсивно тает. Кроме того, на земле Франца и Иосифа обнаружена одна очень важная особенность – большое количество каменных шаров. Шары эти имеют размер от 2,5 см и целый ассортимент до величины 2 метра. Весом двухметровые шары 14 тонн. Выдавливаются они из вечной мерзлоты коры самого острова земля Франца и Иосифа. Так вот, когда на Солнце имеются вспышки, и в этот момент возбуждается активно сама планета, вдоль меридианов планеты движутся, так называемые, си-импульсы или внезапные импульсы. Их особенно заключается в том, что они нарастают в течение двух минут и спадают в течение часа. Это значит, что эти импульсы магнитного поля распределяют или формируют поток этой энергии, идущий сверху. Я вам просто пример приведу из телевизора, где и с помощью электронного потока, который излучается из оксидного катода, сам поток управляется или модулируется электрическим сигналом, потенциалом, идущего от видеоусилителя самого телевизора. Но этот поток упирается в центр экрана, и мы ничего не видим. Для того, чтобы развернуть в объеме эту картинку, требуется магнитное поле. Синхронизация магнитного поля по пилообразному напряжению, по горизонтали и по вертикали мы делаем развертку. Но эти генераторы находятся в самом телевизоре, а синхронизирующие импульсы поступают из телевизионного центра. Так вот, в данном случае, в магнитной сфере Земли, синхронизирующие импульсы или внезапные импульсы идут из недр планеты, из ее ядра, из ее внутренних структур. А наружу формируется то, что я называю энергетическое дыхание, то есть потребление мощного потока энергии солнечного ветра. Вот в это место, которое я вам показал, на этой фигуре изображено. В следующие 7 дней, когда магнитно-силовые линии Земли на севере в противоположность направлены на магнитному полю Солнца, в этом случае происходит разъединение и работает южный полюс. Поэтому энергетические потоки движутся 7 дней с севера к экватору и следующие дней с юга к экватору. То есть работает колебательный процесс самой Земли с точки зрения энергетики. И поэтому формируется та самая диаграмма направленности, которую я вам уже показывал. Так вот, когда есть солнечные вспышки, идет интенсивное дыхание, мощный поток. А вы знаете, что когда идет мощный поток, то происходит охлаждение в том месте, куда входит этот энергичный поток. И поэтому внутри Земли этот энергичный поток рассыпается, то есть он высвобождает свою внутреннюю энергию. И поэтому в полярных районах формируются большие запасы углеводородов. Поэтому нарастание льда, формирование вечной мерзлоты, появление массового углеводородов в обоих полушариях планеты, что на севере, что на юге, и современное таяние льда, и таяние замороженного метана в северо-восточном районе моря Лаптиево, все говорит об одной и той же причине. Когда интенсивное дыхание, образуются углеводороды и образуются вечные мерзлота и льды. А сейчас, начиная с 2006 года, солнечно-вспышечная активность прекратилась. Тот 11-летний цикл, который я вам показывал вот на этой бабочке Маундера, вот этот 11-летний цикл не начался, начиная с 2006 года. В марте-апреле этого года должна быть максимум амплитуды, то есть должна сформироваться вот эта крылышко бабочки Маундера. Но идут только отдельные вспышки, которые никакого отношения не имеют к самому циклу в 11 лет вспышечной активности. Поэтому формируется плавное дыхание. И когда плавное дыхание, плавный поток происходит, естественно, оттаивание. И это связано еще дополнительно, приводит к тому, что метан начинает таять, заполняет бассейн воздушный в районе Ледовитого океана, возникает еще дополнительный парниковый эффект и усугубляет таяние. Вот такова причина, на мой взгляд, современного таяния льдов Арктики и Антарктики. О том, что существуют центральные вихри над полюсами планет, вот мы видим вихрь над южным полюсом Венеры. А вот это вихрь над шестигранником самого Сатурна. То есть на Сатурне его полярный район виден в виде шестиграника. И вот этот светящийся ореол это то же самое аброральное кольцо, которое и существует на нашей планете. И вывод такой. Все, что нас окружает, все материальные тела нуждаются в таком эффекте, как дыхание. Оно не может прекратиться, потому что материальная форма прекратит существование. Поэтому и Земля обладает энергетическим дыханием. Она обладает направленным энергетическим взаимодействием со всем окружающим миром и с Солнцем. И благодаря этому поддерживается энергоинформационное взаимодействие со всем окружающим миром. Спасибо за внимание. Прогноз вытекает следующий. Начинающийся сейчас с перехода в знак зодиака 13 тысяч лет тают полярные льды, увеличивается, повышается уровень океана, уменьшается и до очень большой величины светимость Солнца. Наступает эпоха матриархата на Земле и угасание мужского начала. Это связано и с деградацией игрок хромосомы. И обводнение в конечном итоге переходит через несколько тысячелетий в замерзание. Я не думаю, чтобы здесь что-то вообще учитывалось. Здесь просто фиксируют. То есть рисуется график. Фиксируется, но трактуется. Установлено шесть зенитных телескопов на 30-й параллели. Это там, где пирамида Хеопса. Так вот, в разных точках, в том числе по всем миру, шесть зенитных телескопов, которые фиксируют пространственное положение Земли. И по тому, как происходят вот эти колебания, они рисуют график. То есть они просто дают статистику. А объяснить никто ничего не объясняет. Понятно. Ну, желаю иметь с вами отдельный беседу. Так, еще вопросы. У меня маленький вопрос. Вот вы говорили очень, так сказать, детально и очень хорошо про поля, которые возникают на Земле, которые, так сказать, интерферируют с солнечными полями и так далее. Это все поля, которые можно как-то изучить, замерить. Видимо, это физические поля. Они замерены, изучены. Замерены. Так. Вот теперь скажите, как с этим соотносятся те поля, которые, я не знаю, принадлежат к себе случаю, то есть каких-то идеальных форм. Ну, например, телепатические поля, телекинетические поля. Вот. Потом, значит, другие поля, которые общение с животными, например. Сейчас я отвечу. Вот как бессловесные, нематериальные. Есть это? Как-то, так сказать, находят объяснение. Тонкие, тонкие. Оно все материальное. Оно здесь. Недоступное нам. Да, ну вот. Я хочу сказать, что вот в этой книге «Живой космос» это четвертая книга на тему, в которой я работаю уже 26 лет. Значит, 32 года отдал авиации и космосу, технологии и конструкции, будучи инженером. А уже 26 лет занимаетесь исследованием живых процессов. Это четвертая книга. И вот здесь расписано о том, тот вопрос, который вы задаете. То есть в чем суть телепатических полей и все прочее. Я вам расскажу один, по этому поводу, один пример, на нем будет понятно, в чем суть дела, который проводил Геннадий Николаевич Дульнев с группой экстрасенсов. Он в лаборатории посадил человека, брал фотосопротивление, и, ну знаете, фотосопротивление, если его осветить, то амперметр, микроамперметр покажет движение, по стрелке видно, что там будет двигаться ток. Он приглашал экстрасенсов всем, чтобы они с удаления 2000 километров, воздействие пассами рук, а прибор находится за 2000 километров от них, воздействовали на фотосопротивление и фиксировали отклонение стрелки. То есть факт замеренный. То есть существует якобы какое-то это воздействие. Но предварительно перед тем, как уехать на 2000 километров, каждый из этих испытателей побывал рядом с этим фотосопротивлением и работал с ним также с помощью пассов рук. Лаборант, который проводил эксперимент, ничего не говоря тому, кто проводит этому экстрасенсу, он поменял сопротивление, взял его из пачки, где полно этих фотосопротивлений, и тот, которым работал экстрасенс, поставил новенький. И говорит, а теперь снова попробуй. И ничего не получилось. Дело в том, что важен во всем этом деле эффект так называемого первого знакомства. А первое знакомство заключается в следующем. Во всей нашей Вселенной существует один закон. Закон живого процесса. И один способ взаимодействия. Электромагнитный. Все остальные способы взаимодействия вытекают от электромагнитного в процессе эволюции. Так этот закон жизни говорит следующим, что всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структурная форма памяти, куда первая входит составной частью и не видоизменяется. Но почему не видоизменяется? Потому что она непрерывно воспроизводит саму себя в точной копии. А ритм всего этого процесса регулируется смена полярности магнитного поля во внешней среде. Вот этот закон жизни, он присутствует везде. Я прослеживал его на уровне клетки. Я изучал биологию, физиологию клетки, психологию человека, кровообращение. Меня интересовала суть живого процесса. Не тому, что кто-то что-то сказал. Мне сам надо было познакомиться с этими делами. И не путем фантазирования или накручивания всяких идей, а путем реального понимания, что же происходит в окружающем мире. Поэтому то поле, о котором вы говорите, все, что окружает нас, имеет форму голографического поля. А голографическое поле имеет одну особенность, что если свет от звезды, допустим, идет в сторону некого планетного тела или чего-то, отражается от него, но при этом конгерентность, то есть частота самого сигнала или света не изменяется. Но отраженный свет изменяет только фазу своего излучения. В результате, накладываясь на волну конгерентного и первоначального света, мы образуем то, что называется голограмма. Так вот, в процессе перевознакомства мы за счет воздействия любого экстрасенса на какой-то предмет мы должны иметь первое знакомство, то есть память должна быть о том действии, с чем будет связан это воздействие. Спасибо. Так, другие вопросы нет, да? Ну так,